Камера видеонаблюдения на станции в США сняла страшную картину. Парень бродит между путями. Но как только к перрону приближается поезд, он бросается прямо под него. Как позднее выяснит следствие, это не самоубийца. Мальчик настолько был увлечен, что не заметил поезда. А это Ростов. Пассажир переполненного автобуса заснял водителя, который смотрит совсем не на дорогу, а в экран мобильного телефона. А это уже Сызрань. Подросток внезапно срывается с места и перебегает дорогу, как видно, на красный свет. Что случилось с этими людьми? Что такого показывает телефон, ради чего они рискуют жизнью? Таких шокирующих происшествий уже много по всему миру. Миллионы людей играют в новую модную игру с дополненной реальностью. Они ловят покемонов, а эксперты бьют тревогу. Потому что эта игра создана по заказу ЦРУ. Энди Гринберг ехал на внедорожнике по шоссе в штате Миссури со скоростью 110 км в час. Вдруг на полную мощность заработал кондиционер. Затем включилась магнитола и загорелся экран бортового компьютера. Но вместо данных на нем появилось изображение двух незнакомцев. А голос из динамиков сообщил, что контроль над машиной перехвачен двумя хакерами. Злая шутка продолжалась. На стекло палился омыватель. Неистово заработали дворники. И тут отказала педаль газа. Машина, которая двигалась в быстром потоке по скоростному шоссе, резко стала замедляться. Водитель ничего не мог с этим поделать. На самом деле это был журналистский эксперимент Энди Гринберга. А два хакера – специалисты по компьютерной безопасности. Чарли Миллер и Крис Валосек. Они провернули все это, сидя на диване в 15 километрах от самой машины. Чуть позже на парковке в более безопасных условиях, чем скоростное шоссе, хакеры взяли на себя полное управление автомобилем журналиста и отправили его в кювет. Показав тем самым, что любое устройство может стать орудием дистанционного убийства. Исполнителей никогда не найдут. Как только это видео было обнародовано, производитель отозвал миллионы своих кроссоверов. Хакеры признались – взломать компьютер этого внедорожника было не так легко. На это ушло несколько лет. Но сегодня машина. А что завтра? Самолет? Да нет. Самолеты уже взломаны. Это микроблок некого Криса Робертса – IT-специалиста. Сижу в «Боинг-737-800». Не пора ли залезть в бортовую систему коммуникации? А может, побалуемся сообщениями системы индикации параметров работы двигателя и предупреждения об отказах? Или выбросим кислородные маски? Ну давайте же! И все эти действия он проделал, сидя на борту лайнера. Его даже засекли не сразу. Робертс успел пролететь почти весь маршрут и даже сделать пересадку. Расследование ФБР показало – он проникал в электронные системы пассажирских лайнеров 15 раз. Однажды даже перевел двигатель во взлетный режим, заставив машину сменить высоту. Для несанкционированного вмешательства использовал разъемы в ящиках под пассажирскими креслами. Хотя сам сказал – это можно делать и по вай-фаю. Во время допроса Робертс утверждал, он лишь хотел продемонстрировать уязвимость авиасистемы. И у него не было цели уронить самолет. А если бы была? И как после такой истории понять, кто ведет самолет, в котором вы летите? Профессиональный пилот или хакер-шутник? Это наглядный пример того, что сегодня угнать самолет так же реально, как велосипед. Больше не нужно готовить террористов-смертников. Из любой точки земного шара можно уничтожить кого угодно. И все будет выглядеть очень естественно. Мы с вами живем в очень интересное время. И практически у каждого из нас есть большое количество персональных устройств. То есть там рабочий компьютер, домашний компьютер, лэптоп, ну и естественно планшет, телефон и так далее. И как я обычно говорю, везде, где есть операционная система, установленное приложение и каналы связи с интернетом, это устройство можно атаковать. Чем, как бы, киберпреступники успешно пытаются пользоваться. Взломать личную почту или аккаунт в социальной сети более легкая задача. Она по плечу многим, даже начинающим интернет-злоумышленникам. Писатель Евгений Попов не мог понять, почему знакомые начали ему звонить и интересоваться здоровьем племянника. Ведь никакого племянника у него нет. Но как же так, возмущались звонившие. Ведь Попов сам со своей страницы в социальной сети разослал письма друзьям и подписчикам с просьбой о помощи. Художественное содержание дорогие, там друзья, никогда не обращался, всегда все. Но сейчас так приперло, что вот племяш мой попал под машину, ему там что-то делают, операцию. Причем должен я заметить, что это по стилю, поскольку я писатель профессиональный. Писал человек, который имеет отношение к художественному слову, но плохой писатель, потому что он не смог стилизовать мой стиль. То есть чуть-чуть похоже, но, например, слово племяш я никогда не употреблял и не буду употреблять. Евгений Попов догадался. Его аккаунт взломали мошенники. Они разослали письма с указанием счета, на который нужно переводить деньги. Писатель поспешил опубликовать объявление, ни в коем случае не делать переводов. Никакого племянника у него нет и в помощи он не нуждается. Но это обращение не провисело и часа. Невидимый злоумышленник удалил его и продолжил рассылку жалобных писем. По совету специалистов Евгений Попов поменял пароли везде, где только можно. В соцсетях, почте, компьютере. И на несколько дней мошенник пропал. А потом объявился вновь. Через какое-то время, значит, я что-то, я уже забыл. Я пытался в Фейсбуке что-то поменять там все. А мне, я вдруг, я получаю письмо, что то, что вы делаете, это бесполезно. Вы попались, значит, так и это будет всегда. Смените пароль, мы тоже сменим там, потому что у нас доступ есть ко всему. И говорят, давайте договоримся, значит, так, две тысячи долларов, значит, так, вот. И все, и мы от вас навсегда, значит, отстанем. А потом мне объяснили, дашь две тысячи, так, и потом каждый месяц будешь платить. Хакер угрожал. В компьютере Евгения Попова он поселился навечно. Будет контролировать все, все платежи, личную переписку и даже сам решать, кому, когда и что писать. Избавиться от мозойливого хакера Евгению Попову помог один из приятелей. Тоже хакер. Мой френд по фейсбуку, откуда-то из Словакии, я его не видел никогда в жизни, написал мне, что, а он такой продвинутый компьютерщик, написал, что он нашел, по крайней мере, место, место, откуда взлом был сделан. Это был город Ростов, он сказал. И он сказал, если хотите, я могу дальше продолжить, я могу и найти этого человека, в принципе. Вот я сказал, да черт с ним не надо, потому что это, я знаю, что это бесполезно, даже если бы он нашел его. Социальные сети – это гигантские базы данных, где можно найти все, что угодно и про кого угодно. И для этого вовсе не нужно быть спецагентом. Полицейским известно, педофилы часто находят своих жертв именно по фотографиям в социальных сетях. Их выкладывают сами мамочки, похвастаться. Мы даже не задумываемся, выкладываем все то, что окружает нас, всех наших фотографий родственников, фотографии нашего местоположения, фотографии нашего имущества. То есть это абсолютно полное досье на нас самих, которое может получить практически любой желающий. То есть не только спецслужбы, но люди зачастую не ограничивают приватность своих аккаунтов, соответственно, любой желающий может узнать о вас практически все. Соответственно, получите доступ к вашей персональной информации. Люди сами расставляют метки на виртуальных картах, сообщая о своих передвижениях. В сеть попадает информация о том, где учатся дети, где семья проводит отпуск и самое главное – когда. Но чем опасны эти так называемые геотеги? Хочется привести такой пример страшный, который прошел пару лет назад. Это похищение сына Евгения Касперского. Он просто-напросто в Твиттере опубликовал свою геолокацию. И преступники похитили его, зная, где он находится. Известны случаи, когда хакеры хладнокровно воровали средства у смертельно больных людей. Владимир Харак недавно потерял жену. Она была больна раком. За лечение взялась одна из израильских клиник. Но средств на дорогостоящую терапию не хватало. Бросили клич в интернете, и люди откликнулись. Супруги смогли собрать нужную сумму. Первый же курс лечения помог, но предстоял еще один. Супруги полетели в Израиль, но в день госпитализации узнали – их банковские карты пусты. Все деньги украдены. Врачи были против, что мы уезжали категорически. Нельзя было уезжать, нужно было лечь. Но нам не на что было. Мы приехали сюда. В 24-м мы прилетели в Шереметьево, в 25-м мы добрались до дома. А в 26-го вечера у меня уже стало плотненько. В 27-го я вызвал скорую. Они 4 часа пытались поставить ее капельницу. И так она у меня на руках. И ушла. Мошенников, которые похитили средства этой семьи, задержали сотрудники антихакерского управления КМВД России. Как выяснилось, супруга Владимира была не единственной, кто скончался по вине этих людей, оставшись без средств на лечение. Было несколько случаев с смертельным исходом, вызванных именно действиями этих злоумышленников. Жертвами становились именно люди, которые в интернете собирают средства. Другие люди злоумышленников не интересовали. И они прекрасно понимали, что похищая эти деньги, они обрекают людей на смерть. Число преступлений, которые совершаются в интернете, растет по мере того, как увеличивается число пользователей. Куда перемещается деловая активность, туда перемещается и преступность. Это как бы в любом случае. Перенесли столицу, условно говоря, из Москвы в Санкт-Петербург, туда сразу потянулись соответствующие преступники. Стало операцией совершаться больше в интернете, естественно, стало больше интернет-мошенников. Сейчас уже инкассаторские машины никто не грабит. Это рискованно и дорого, и сложно. А гораздо проще взломать банк, и можно и гораздо больше денег оттуда выкачать. И еще не факт, что потом поймают. Чаще всего страдает банковская система. Лакомый кусок для киберпреступников, счета и карты пользователей. Банковская система России потеряла 600 миллионов рублей с начала года на том, что сотрудники банков открывали письма, которые, как им казалось, рассылал Финсерт. То есть финансовый регулятор, который следит за тем, чтобы банки не атаковали. То есть хакеры подменили отправители. Банкам казалось, что пришло письмо от Финсерта. Вот они его открывали и, соответственно, заражали сервера и компьютер работников банков. Это кадры оперативной съемки задержания крупной преступной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов. Уловом стали сотни миллионов рублей. Били по всем банкам без разбору. И вот удивительный момент. В группировке, не считая главарей, состояли сотни людей, которые никогда в жизни не встречались и даже не видели друг друга. Возможно, даже не знали истинных имен. Жили в разных городах. Действовали дистанционно. Подобного рода преступных групп достаточно много. Но это выделялось на их фоне именно размахом, а также способностью совершать сложные, скоординированные целевые атаки на банки. Их общение осуществлялось через интернет. Они использовали, в том числе, и зашифрованные каналы связи. Кроме атак на банки, преступники занимались тем, что писали программой вирусы, ворующие деньги со счетов обычных граждан. А также изготавливали и устанавливали на банкоматы так называемые скимминговые устройства. Они позволяют считывать с карты все данные. Задержания оперативники проводили одновременно в нескольких регионах. Теперь у преступников будет возможность познакомиться друг с другом на скамье подсудимых. Но самое страшное. Мало кто из нас в состоянии догадаться, что его личный компьютер взломан. Простой пример. Клавиатура компьютера имеет две языковые раскладки, чаще всего русскую и английскую. Функцию переключения обеспечивает специальная программа. На половине компьютеров это пунта свитчер. А теперь представьте, что в ваш компьютер дистанционно пробрался злоумышленник. Ему будет достаточно зайти в настройки этой программы и поставить одну единственную галочку. Вести дневник. Так вот, с этого момента все, что вы набираете на клавиатуре, личная и деловая переписка, документы, все будет тайно копиться в этом дневнике. Некоторые версии этой программы могут запоминать еще и пароли. Тот, кто откроет этот дневник, будет в курсе всех ваших дел и, собрав нужную информацию, удалит дневник, и вы даже не узнаете, что за вами следили. Автор этого видео Андрей Масолович. Известный эксперт в области интернет-разведки и информационной безопасности. Он знает, как найти любые сведения о любом человеке. Ничего противозаконного. Только открытые, незащищенные данные, гуляющие по сети интернет. И кому, как не ему, знать, как защититься от подобного рода слежки. Андрей Масолович говорит, зачастую хакерам даже не нужно особенно стараться. В интернете есть все. Пароли от личных почтовых ящиков, страниц в социальных сетях, даже копии документов. Люди все выкладывают сами. К примеру, социальная сеть ВКонтакте позволяет проводить поиск по документам, которые выкладывают пользователи. В строке набираем сканы паспортов. И вот результат. Вот, нахожу сколько? 30 свежих сканов, паспортов, документов других людей. Точно так же пенсионное удостоверение, точно так же страховые свидетельства, свидетельства собственности и так далее, и так далее. То есть, зависит только от моей фантазии, сколько и чьих документов я здесь могу наловить. Администрация сайта уверяет, доступ таким образом можно получить только к тем файлам, которые сам человек открыл для всеобщего просмотра. Вот только по умолчанию эта функция включена. Пользователи не всегда обращают на это внимание или просто не знают об этом. И кому в руки попадут копии паспортов, можно только гадать. Но как можно использовать скан копии паспортов? Например, человек идет в салон связи и говорит, что хочет купить в подарок смартфон. Конечно, с сим-картой. В гонке за большими объемами продаж ему вряд ли откажут и зарегистрируют сим-карту по копии документа. Далее к этому номеру привязывается почта, страница в соцсети. Некоторое время от имени ничего не подозревающей жертвы будет вестись небольшая активность в интернете. Ничего противозаконного, среднестатистический пользователь. А потом вдруг выясняется, что девушка, которая еще вчера опубликовала котиков или подросток, который размещал у себя на странице цитаты малоизвестных рэперов, вдруг взломал сайт какой-нибудь администрации. Хакерам нужен ложный аккаунт. Именно за ним они прячутся. Взломать сайт любой госструктуры и даже Пентагона – это не сюжет из боевика, а реальность. Вот портал региональной администрации Караганды, Казахстан. Вот золотой край. Уран, титан, земли, недвижимость. Вот я в гугле набрал команду, а нет ли где-нибудь на территории Казахстана Excel-файлов про вот этот ресурс. Вот файлов, табличек в формате Excel. Есть такие файлы? Давайте посмотрим. Смотрите. Вот открылась таблица всех департаментов. Всех департаментов краевой администрации с логинами и паролями. Департамент внутренних дел, департамент внутренней политики, здравоохранения, казначейства, образования, сельского хозяйства, финансов, архивов, документации, градостроительства. То есть хакер сейчас может получить управление, получить доступ к начинке. Очень серьезные организации. И это еще не все. Поставим еще один журналистский эксперимент. Андрей Масалович протестирует сайт одного из информагентств. По понятным причинам мы не называем его. Специалист не причинит вреда и всего лишь продемонстрирует его уязвимость. Этот портал управляется некой системой управления, CMS, Content Management System, программой управления сайтом. Эта же программа управляет еще базой данных под сайтом. Ну, как минимум, там, учетная запись пользователей есть. База данных гораздо интереснее, чем сам сайтик. Вот. Распространенных систем управления совсем немного. Ну, известно. В России в основном три. Битрикс, Джумла, Вордпресс. Андрей Масалович по очереди проверяет каждую из трех. На первые две системы выдает ошибку. Они установлены там, в Вордпресс. Если установлен Вордпресс, должен появиться файл ВП-контент. Вернее, папка ВП-контент. Смотрите, страница выглядит по-другому. Значит, там установлен Вордпресс. Она есть. Они установлены там, файл конфигурации. ВП-конфиг. ВП-конфиг.php Есть такой файл, но он, доступ к нему закрыт. Код 43. Вот, то есть, админ закрыл доступ к файлу. А нет ли здесь рядом резервной копии этого файла? Вот. Если он с ним что-то делал, рядом может лечь резервная копия файла. Вот такая вот. ВП-конфиг.php с подчеркиванием. Есть. Вот. Логины и пароли на доступ к вашему сайту, к вашей базе данных. Андрей поясняет. В уязвимости системы сыграл роль человеческий фактор. Судя по всему, системный администратор, когда редактировал что-то на сайте, просто забыл проверить. Не создавали системы резервную копию файла? Где лежит эта копия? И защищена ли? А теперь задумайтесь. Человек, в руки которого попала вот такая база, может делать с сайтом все что угодно. Размещать любую информацию от имени информагентства. Публиковать несоответствующие действительности новости. Например, об аварии на атомной станции. О липовой победе кандидата на выборах. О якобы надвигающемся стихийном бедствии. Каков будет эффект? Паника? Бегство из населенных пунктов? Массовые столкновения? Можно только догадываться. Ведь в наш век именно информация правит миром. Современные телефоны, смартфоны даже не надо взламывать. Если ваш мобильный просто лежит в кармане, он сам постоянно передает данные. И вы никогда не знаете, какие и кому. В телефоне практически всегда включен микрофон. В телефоне практически всегда есть модули типа «Окей Гугл». То есть модули, которые реагируют на голос. А вот вдумайтесь, что такое, что означает фраза «Окей Гугл». Вот вы сказали «Окей Гугл», и он начал что-то выполнять. Чтобы распознать эту фразу, Гугл должен у себя на сервере обрабатывать вообще все, что вы говорите в течение жизни. Ну, он должен все время слушать, не скажете ли вы вот сейчас «Окей Гугл». При этом, если вы говорите что-то другое, оно будет на сервере Гугла тоже накапливаться. Ну, иначе просто программа распознавания не сработает. Эти сведения могут потом уйти куда угодно. От спецслужб до коммерческих корпораций, которым интересны вкусы и повседневные интересы миллионов. А как же личная переписка? Сощущена ли она от третьих лет? Эдвард Сноуден доказал, что АНБ читает всех и вся. Там, конечно, это делают сначала не люди, а роботы, которые отсеивают интересующие слова и фразы. Такие же роботы служат корпорациям, предлагающим вам адресную рекламу. Андрей Масалович предлагает проверить, как это работает с помощью нехитрого эксперимента. Попробуйте заметить, что даже если вы не набираете запросов, а просто в своих письмах начнете регулярно употреблять слова, например, «недвижимость на Кипре», вы увидите, что неделя не пройдет, как у вас слева справа на экране начнут появляться рекламы недвижимости на Кипре. Даже был случай, когда один юрист из России судился с Гуглом, а, по-моему, 50 тысяч рублей выиграл по суду, что никто не имеет права читать мою переписку, даже роботы, даже роботы Гугла. То же самое и с телефонными разговорами. Существуют программы, которые реагируют на определенные слова-маркеры. Часто их используют перед важными мероприятиями с участием первых лиц, чтобы перехватывать разговоры злоумышленников. Сегодня на серьезных деловых переговорах принято не просто отключать телефоны или вынимать у них аккумулятор, а оставлять аппараты за дверями переговорных. Потому что в современных телефонах встраивают еще и микробатарею, которая позволяет подслушивать владельца на протяжении часа. Мы в последние годы столкнулись с двумя очень серьезными скандалами в связи с разболочением деятельности Агентства национальной безопасности США. Это Сноуден и сайт Викиликс, которые, так сказать, постоянно компрометируют, объективно компрометируют Агентство национальной безопасности, рассказывая о том, что она проникает туда, куда, в общем-то, и законам не предусмотрено их проникновение, начиная от слежки за гражданами Соединенных Штатов и других стран, кончая прослушиванием телефонных переговоров лидеров Евросоюза. Это реальность. США десятки лет безнаказанно прослушивали мобильные телефоны европейских политиков. По словам экспертов, это делается через спутники «Эшелон» и «Эшелон-2». Они предназначены для перехвата и записи информации. И все спецслужбы давно об этом знают. Но злоумышленники помельче, у которых нет своих спутников, не менее опасны. Существуют сотни вредоносных программ, любая из которых может попасть в ваш смартфон и потихоньку шпионить за всеми вашими действиями, выискивая информацию о банковских картах или веб-кошельках. Подцепить интернет-заразу можно как угодно. Например, посетив ненадежный сайт или открыв вложение в письме, присланном от незнакомого адресата. Есть программы, которые заточены непосредственно на атаку вашего, скажем так, вашего финансового сектора. То есть они пытаются украсть реквизиты доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, что на лэптопе, на компьютере, что на мобильном телефоне, потому что мы все сейчас пользуемся банковскими приложениями. Попасть в плохие руки может все. От личных фото до закрытой переписки. При этом вы можете даже не догадываться, что как раз сейчас, в эту секунду, гаджет, за который отданы немалые деньги, предательски следит за вашей личной жизнью. Причем следит в прямом смысле слова через веб-камеру. Существуют такие вирусы, например, которые, заражая ваш компьютер, тот же ноутбук, включают камеру, и обычно, когда вы включаете камеру, по скайпу общаетесь, там какой-то огонек загорается. Так вот, есть вредоносы, которые позволяют этот огонек отключить, и вообще не будете понимать, что включена ваша камера и включен ваш микрофон. Такие программы действительно есть. На смартфонах то же самое. Во мне возможно заражение смартфона и съемка, то есть можно осуществлять фотографирование вас, съемку видео. Поэтому, да, заклинивание камеры это вполне хороший способ защититься. Подглядывать вообще может любое устройство, в котором есть камера и которое подключено к сети интернет. Жуткий случай произошел в США, в Агарии. Супруги Адам и Хизер Шрек установили в комнате своего малыша радионяню популярное устройство, позволяющее маме наблюдать за ребенком, даже если он находится в другой комнате. Сын часто жаловался, что ночами его кто-то будет и пугает. Родители не верили, думали мальчик фантазирует. Пока однажды случайно не стали свидетелями того, что их просто шокировало. Неожиданно радионяня включилась и мужской голос сначала тихо позвал «Проснись, малыш!» А когда ребенок открыл глаза, из устройства стали доноситься крики, угрозы, оскорбления. Потом камера сама стала вертеться, осматривая комнату и увидев родителей малыша, обрушила угрозы и оскорбления на них. Остановить это смогли, только отключив ее от сети. Родители обратились в полицию, завели дело, но вот найти хакера не смогли. Если на такое способна радионяня, представьте, что умеет система «Умный дом». Это когда все приборы в жилье подключены к интернету и взаимодействуют друг с другом. Например, техника на кухне знает, что проснулся хозяин, так как только что он встал с постели и вышел из спальни. Его заметила камера в коридоре. И когда к обычному времени он войдет на кухню, его утренний кофе будет готов. Система умного дома соединена с сетью интернет, то есть есть возможность каким-то образом к ней подключиться, в том числе и вами, для контроля вашего умного дома, для управления. Это значит, что кто-то может использовать этот же канал связи для того, чтобы ваш умный дом взломать, подключиться к камерам в умном доме, следить за вами, управлять им, или там, я не знаю, просто сделать какую-то гадость, испортить что-то в умном доме, да, там, выключить, я не знаю, энергию, включить кондиционер на максимум и сделать так, чтобы вы заболели. Но вскрыть радионяню или напакостить с кондиционером это пустяк. Как насчет того, чтобы подчинить себе всю сеть городского видеонаблюдения или дорожные камеры? Так, пару лет назад хакеры вывели из строя систему фиксации нарушений на подмосковных трассах, чтобы восстановить все функции, понадобилось несколько дней. Неуязвимых информационных систем не бывает. Любая система потенциально уязвима. Если вас всерьез решат взломать, вас взломают. Существует укоренившееся, но, к сожалению, ошибочное мнение, что можно построить систему информационной безопасности, как следует ее отладить, внедрить в компании и забыть об этом. жить, как за каменной стеной. К сожалению, такого не бывает. И любая система информационной безопасности должна постоянно совершенствоваться. И все-таки есть ли способ узнать, что за вами следят? Эксперт антивирусной лаборатории Сергей Ложкин говорит, вредоносные программы написаны на очень хорошем уровне. Таким шпионажем занимаются настоящие профессионалы, простому пользователю понять, что за ним следят практически невозможно. На телефоне не загорится никакого предупреждения. Он будет работать в привычном режиме. Единственное, что телефон может начать батарею расходовать гораздо более, плюс расходовать интернет-трафик. То есть у вас есть определенный тариф, по которому вы интернетом пользуетесь. У вас этот тариф очень может быстро уйти, например, потому что если кто-то шпионит с вами через камеру или записывает микрофон, то он будет использовать сеть интернет для получения этих данных и ваш трафик кончится очень быстро, оно и батарейка сядет. Это, наверное, единственный способ, как это реально возможно распознать. Как показала практика, можно еще эффективнее следить за людьми и событиями, если направить человека куда нужно. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Кажется, все как обычно. Люди гуляют, фотографируются, общаются. На самом деле тут идет настоящая битва. Эти молодые люди увлечены популярной игрой. Они ловят виртуальных покемонов. И эта встреча городской турнир. Собрать игроков вместе решил вот этот человек. Мне просто было интересно, кто же самый сильный игрок, тренер в Петербурге. И поэтому хотелось организовать и посмотреть, кто же все-таки выиграет, кто же станет первым. Вот. И вот поэтому. Оказалось, не так уж и мало. Владислав Миронов бросил клич в сети интернет и пришли десятки людей. Самые сильные из игроков. Они тренировались почти каждый день. Ну, шесть часов, плюс-минус два часа. Но это лучше спросить у того человека, кто действительно каждый день тренируется, каждый день ходит на рейды, на джимы и вообще ловит покемонов. А эти кадры сделаны в Москве. Около сотни молодых людей собрались у станции метро Китай и город совсем недалеко от Кремля. Ловили редкого покемона. Еще раньше был Нью-Йорк. В центральном парке игроков уже не сотни, а тысячи. Они устроили настоящую погоню за виртуальным зверьком. Некоторые ради этого даже приехали из других стран. Сейчас обкатываются через такие игры, технологии, воздействия, масса на массу людей, на их сознание, на манипулирование передвижениями людей, влияние на их подсознание. И через некоторое время эти технологии, я так думаю, уже внедрят может быть и разведывание в каких-то целях. В чем смысл игры? Покемоны или карманные монстры? Это герои популярного японского мультфильма. Разработчики приложения предлагают собрать полную коллекцию этих зверьков. Участникам необходимо искать их на карте города и ловить. Для этого нужен любой телефон, в котором есть интернет и камера. Игра устроена по принципу дополненной реальности. Обычный дом, сквер или улица. Но стоит навести телефон и на экране вот он покемон. Почему же простая на первый взгляд игра свела с ума мир? Сами покемоны вы поймите это же по сути некие магические амулеты. То есть хочет человек иметь определенную способность, которую он никогда бы не смог обладать и развить себе в реальной жизни. Какие-нибудь гипно-покемоны так называемые, которые могут психически воздействовать на других покемонов. Человек будет их коллекционировать, собирать, и его мозг будет ему говорить, что смотри как классно, ты этого хотел, ты хотел получить эту способность, и ты ее реально получил. Все, что тебе нужно, это собрать просто весь набор покемонов, которые обладают именно этим талантом, именно этой способностью прокачать этих покемонов, и тогда, конечно, ты достигнешь успеха и почувствуешь, что ты вот, это действительно ты. Казалось бы, ну подумаешь, очередное новомодное увлечение. Наиграются и забудут, но разработчиков игры вдруг открыто стали обвинять в связях с ЦРУ. На рынок игру выпустила компания Найэнтик. Шесть лет назад она была одним из внутренних проектов Google, но позже была выведена из состава гиганта. Возглавляет Найэнтик Джон Ханке. Его личность особенно интересна. Имя Джона Ханке связано с компанией под названием Кей Холл. Это с нее когда-то начинался Google. Тогда проект запускали на деньги венчурного фонда Инкью Телл. Это финансовая структура ЦРУ. И разработку новой игры тоже финансировал этот фонд. Это, кстати, открытые данные. Их можно найти в интернете. Во-вторых, надо иметь в виду, что производители игр не очень часто редко идут на контакты со специальными службами, выполняя их заказы. Потому что будет заказ специальной службы, будет утечка, будет, соответственно, подрыв деловой репутации самой компании, ну и, как следствие, снижение доходов. Поэтому, конечно, теоретически мы можем предположить, что эту игру можно использовать для получения какой-либо информации. Но зачем ЦРУ понадобилось вкладываться в новое развлечение? И почему в новом, на первый взгляд, невинном развлечении с покемонами многие усмотрели едва ли не государственную угрозу? Я думаю, что нам всем без разницы, что ЦРУ там за нами следит, да. но другой вопрос, что вот эта вот игра, она добавляет некую как бы опасность в плане национальной безопасности. Разработчики игры даже не скрывают, что будут передавать данные кому надо. В пользовательском соглашении при установке игры прямо сказано, мы сотрудничаем с государственными структурами и частными компаниями. мы можем раскрыть перед ними любую информацию о вас или вашем ребенке. А есть еще пункт 6. Наша программа не имеет возможности выполнять запрос вашего браузера «Не следи за мной». То есть разработчики открыто признаются вы всегда под колпаком. Но будем откровенными, многие ли читают эти длинные правила перед установкой какой-то новой программы? Я думаю, что через рядовые граждан ЦРУ может получить больше информации, чем от компетентных людей, именно через рядовых и посредством рядовых людей. Какую именно информацию обычные люди могут дать спецслужбам? Ловля покемонов, по мнению экспертов, позволяет заглянуть куда угодно. Она дает возможность глазами игрока видеть все, что его окружает. Потому что когда пользователи, просто люди ходят с включенными камерами, с включенными смартфонами, эта информация соответственно тоже может передаваться куда-то с границу. Все, что видит камера смартфона в тот же момент, когда игрок ищет покемона, тут же передается на сервер компании разработчика. Конечно, большая часть этой информации мусор, но из огромного количества геймеров можно выбрать тех, которые наиболее подойдут для слежки. Невольным шпионом может стать кто угодно. Студент, который ежедневно ходит по интересующему маршруту, домохозяйка, посещающая один и тот же магазин, разносчик пиццы, любой, у кого есть смартфон и кто увлечен ловлей покемонов. Можно отслеживать движение каких-то грузов, которые предназначены для обороны государства, каких-то подразделений, каких-то политиков, первых лиц государства, ответственных за безопасность на различные продвижения спецслужб и так далее. То есть это вообще не сложно на самом деле. Потому что чтобы изучить маршрут продвижения неких лиц, используя алгоритмы, эту программу можно в течение определенного отрезка времени практически круглосуточное иметь данные о структуре продвижения времени обеспечения охраны каких-то объектов. А теперь представим, что этой игрой увлечены работники особых предприятий. И они могут ходить при этом не просто по улицам, а по каким-то режимным объектам, по каким-то закрытым территориям, куда просто так вот не попадешь постороннему человеку. Вот это с точки зрения национальной безопасности может быть дополнительным риском. Работники оборонного комплекса, госслужащие и даже военные, захваченные азартом поймать покемона, люди могут просто забыть отключить свой смартфон. Я, во-первых, знаю, что играют военнослужащие, потому что смартфоны забирают у солдат срочной службы тогда, когда проводятся какие-то учения или какие-то мероприятия военные, а так солдаты имеют доступ и возможности пользоваться смартфонами. То же самое и касается тех структур, которые охраняют стратегические объекты такие, как газопроводы, водопроводы, электросети, электроподстанции, атомные электростанции, конечно, там, где охраны занимаются, мосты, туннели, там в большей степени частные охранные структуры, они не так жестко контролируются, как федеральная служба охраны. По счастью, в России доступ на любые стратегические оборонные объекты, даже с выключенным мобильным телефоном, всегда был запрещен под угрозой увольнения. Кстати, игра с покемонами у нас распространяется нелегально. Ее скачивают с помощью пиратских программ, после которых о приватности и защищенности телефона вообще можно забыть. Это довольно-таки опасная вещь, поскольку люди скачивают эту программу неизвестно, с каких серверов, неизвестно, кто имел доступ к исходному году, возможно, туда добавлены какие-то райанские программные продукты, которые могут украсть ваши персональные данные, могут украсть ваши платежные данные, и потом просто-напросто в один прекрасный момент на вашей банковской карте будет просто ноль. Опять же, в целях безопасности я бы не рекомендовал скачивать такие программные продукты с неизвестных серверов, то есть лучше пользоваться официальными магазинами. Но, несмотря на это, число игроков растет. В мире уже играет более 20 миллионов человек в сутки. В нашей стране добровольно взломали свои телефоны более 200 тысяч владельцев смартфонов. Конечно, мы понимаем, что в дальнейшем будут создаваться все новые и новые покемоны, и нет предела вовлечения человека в эту игру, потому что, вот, например, собрал он там всех водяных покемонов, и через неделю естественно создатели этой игры они статистически анализируют то, что происходит, они видят, что по всему миру игроков, которые собрали полный набор, уже достаточное количество. Что они делают в этот момент? Они создают сразу линейку новых покемонов и вбрасывают соответственно в игру новые средства, захватывая новых игроков. Похоже, что очень скоро игра станет проблемой номер один еще и для полицейских. Ведь не стоит исключать того, что в нужный день и час покемоны могут собрать в одном месте большое количество людей, которые могут быть втянуты в любую провокацию. Безусловно, конечно, мы можем допустить, что через какое-то время с помощью таких игр можно развивать не только реализовывать какие-то флешмобы, но и даже организовывать какие-то массовые беспорядки, но это опять-таки дальние перспективы, и за этим надо, конечно, тщательно следить. Похоже, это еще одна оборотная сторона технического прогресса. Сегодня получить любую информацию о человеке или стране проще, чем когда бы то ни было в истории. Осталось только каждому научиться защищать свои данные, потому что все, что о вас известно, может быть использовано против вас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok